здравствуйте и вот он наконец финал серьезно 2 да мы все долго этого ждали и особенно поэтому не будем тянуть там уже это моя вторая попытка меня паучки в конце задушили папа трастова не повторится надеюсь меня против них есть определенная тактика и я покажу какая поначалу здесь нам нужно разобраться с вот этими ребятами этот первый бой довольно быстро может пойти не так если надо очень много ребят контролировать как видите здесь их просто разнообразие еще и застреваю поначалу никаких проблем нет но чуть попозже начнут танки очень в больших достаточно количествах переть а вы могли заметить дальше супер ущерб и я не рекомендую брать прямо сейчас потому что при его подборе появится несколько самолетов которые будут мешать еще больше с ними не так проблематично разобраться и без него сзади карлсон мешается есть такая дурная привычка здесь улетать далеко-далеко но они отвлекают от основного боя который происходит вот прям здесь на земле окей появляются вертолеты уже добьем вот этого чувака и будем использовать попугая для всего остального а что такое давай ты сможешь догони его догони ладно неважно такое иногда с ними случается ладно с этим проблем не возникло ой так ну вроде разгреблись на тебе последнего теперь отдельно разберемся персонально с этими самолетиками раздражающими да представьте все это посреди того боя они ведь и не улетают да в теории они могут там разбиться там сбить с собой вертолеты и так далее но это только в теории это слишком рандомная ситуация получается так здесь будет вертолеты а вот здесь я почему думал что еще дальше будет один да да точно он есть даже мне память не изменяет я ж только что играл эту карту блин так окей отсюда надо сваливать потому что сплэш дэмэдж у ракет от биомехов просто невообразимый ой 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 о Ну вот это ситуация прямо Классический Сириус Сэм Финал Метрополиса Биомехи и скелеты Как старые дубры Классический Сириус 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 Пока особо комментировать нечего Этот уровень сам по себе Как вы уже наверное догадались Он по типу Того же Большого Собора Или Коридора Смерти Как привычнее Только несколько интереснее То есть это не просто Кишка дорога такая А уровень Тихонько трансформируется То есть Стены Вот такие вот Как перед нами например Они иногда отпускаются Поднимаются Самолётики блин летают Отлично Потеряшка там Похоже Так вот Они отпускаются Поднимаются Строят из себя Какие-то Лабиринты Коридорчики такие Довольно интересно Смотрится Для того что оно есть Так Отсюда Носовки побегут И вот здесь вот Бой пройдёт Несколько такой Закрытый Камерный Такой больше В близких Дистанциях Чуть позже Уровень Начнёт Распахиваться И монстров Будет значительно Больше То есть Вот пока Здесь вот Такой небольшой Коридор С Укрытиями И к позже Эта арена Трансформируется В Нечто более Привычное Для Сирио Сэм То есть Плоское Как ты выжил Например Понимая Как он выжил Я не понимаю Как он мимо меня Так прошёлся Во фланг Молодец Мне этот бой нравится Он Немножко Это Даёт Передохнуть От Больших Эпичных Битв И Ну неплохо Играется Интересно За счёт Самой Арены В том числе Так О Красные чуваки Пошли Я здесь Люблю использовать Гранатомёт Просто для Разнообразия И Гранаты Отскакивают Этих стен Иногда Удачно Залетают Ой Ну или Неудачно Вообще На самом деле Первый бой У меня Вызывал Больше всего Проблем Наверное Потому что Он может пойти Достаточно Хаотично Более Менее Какую-то Стратегию Выработать Получается Она у меня Даже Почти Вышла Так как Я задумал И Как Практиковался Я там Слишком Много Времени На тех же Карлсонов Подратил И так далее И Меня Танки Чуть не Задавили Но Тем не Менее Всё Сработало Остальные Бои Не вызывают Таких Проблем Наверное Кроме Того Что будет Прямо Перед Боссом С Кучей Кучей Гигантских Пауков Которые Как раз Таки Прервали Мою Предыдущую Попытку Так Мы дошли До конца Здесь Сейчас Вот эти Укрытия Исчезнут И Пойдём Встречать Новых Врагов Ну Как Новых Новую Волну Я хочу Убрать Несколько Быков Простите Носорогов Вот так Вот Быстренько Пока Это Возможно В чём Я застрял Да Ну Дурацкое Ерево Сто процентов Оно Специально Вот здесь Вот стоит Как раз Таки Для этих Ситуаций Но я не поверю Что оно Просто так Вот Для красоты Тут Расположено Неа Это Все Злой Умысел И Нет Я не сниму Шапочку Из фольги Отстаньте Самолетики Тоже Никуда Не денутся А вот Скорпиошки Пошли В местах Я люблю Пушку Использовать Потому что Это Достаточно Быстрое И эффективное Средство Против Красных Ну И вот Так Вот Линию Монстров Собирать Тоже То Что Доктор Прописал Он Это Заслужил Мы Все Согласимся С Этим Я думаю Ну В остальном Просто Сдерживаем Их Натиск И все Пока Они не начнут Давить Более Прочными силами Скажем так ОК Так, как-нибудь в линию красиво. Почти. Так. Мне нравится, как ядра на заднем плане разлетаются. Продолжение следует... Молодцы. Я сейчас, говоря, на это и надеялся. Ой. Сколько пароядер осталось? Ну, ничего страшного. У меня есть попугаи. Та-дам. Так. И этот чувак должен уже уйти. Так, ну все, эта арена закончена. Прежде чем длинуться дальше, мы пройдем вот к этой вот статуе. И здесь вроде как пусто, но... Тут появляются вот эти вкусности. Целых три серьезные бомбы. И... Ховер. Серьезных бомб тут, правда, достаточно. От нас прям хотят, чтобы мы их использовали. Так, ну я наполучал уже, конечно. Но вообще... Ховер лучше попридержать, поберечь. Если хотите более-менее простой жизни на этом уровне. Он делает некоторые бои здесь проще. А другие просто скучнее. Например, вот этот. Мы просто стоим здесь и отстреливаем клоунов. С другой стороны, даже с обычным оружием, без ховера, это было бы то же самое. Грубо говоря, просто патроны бы кончались. Ну и опять же, и в этом сложности немного, потому что патронов на них на всех хватит. Из любого оружия более-менее. А в конце волны всегда есть рюкзак с полным боезапасом, поэтому, опять же, смысла мало. Ну вот здесь буквально пара вот таких вот боев, которые на ховере откровенно скучные. Ну и, как я уже говорил, в принципе, без ховера тоже. Ну, возможно, они... Чисто несут... Цель, чтобы там игрок передохнул, например. Такое тоже может быть, и... Да, это тоже... Имеет смысл. Имеет смысл. Продолжение следует... Так, вот сейчас будет повеселее. Лучше немножко обойти вот так вот и... ...постепенно двигаться влево. Отстреливая... ...вправо, простите, отстреливая одного за другим. Чтобы, опять же, от лазеров не наполучать. Дальше нам открывают... ...следующую... ...секцию. Нам надо чего-то коснуться, чтобы... ...продолжить. Отсюда попрёт множество боков. Но с ними очень просто. Мы просто... ...отстреливаем с самого правого и... ...встаём вот сюда вот. И стреляем. Они до нас не добегают. И повторяем то же самое. Здесь уже несколько биомехов. Тут уже посложнее, так как у них... ...отвратительно большой радиус... ...взрыва ракет. Ну, а если правильно двигаться, то... ...в принципе, уйти можно отсюда с минимальными... ...потерями. А ещё, если не давить клоунов, кстати. Для меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Некоторые секции тут, если честно, перезатянутые. То есть спауны вот здесь вот такие достаточно медленные. Возможно, потому что я ховер использую. И ничего особенного не происходит. Например, следующее, которое сейчас будет. А, вот, пошло движение. Отлично. Стена слева будет нас немножко прижимать. Вот это вот. И к нам будут потихоньку двигаться различные, достаточно слабые монстры. Ну и опять же, эта секция очень простая с ховером. До скучного простая. Можно было, конечно, его и не использовать, но это глупо. Это секрет, как бы. Я это заслужил, я это нашел. Да и как бы цель всех этих видео не повыпендриваться, а просто пройти, показать там все секреты. И как проще проходить некоторые вот моменты. На высоких сложностях. И с этой целью, я думаю, справляюсь. Они так по-дурацки выпрыгивают. По-дурацки, но смешно. Ну и за ними клоуны также. Я не знаю, на этом уровне практически всегда использую ховер для... Ну, из секрета для продолжения. В рамках разнообразия иногда без него играю, конечно же, но... Как бы вот, конкретно вот этот бой, это не меняет. Это тоже самый исход, плюс-минус. Они медленно выпрыгивают, ты их отстреливаешь, как бы, и... И все. Ну, это прям чересчур перезатянуто. Конкретно вот эта вот мне не очень нравится секция. Давайте, мы все уже поняли, что, как бы, эти вы меня не возьмете, ну. Наконец-то. Вот, следующий бой как раз-таки это тот, для которого, ну... Многие пожелали бы иметь ховер. На самом-то деле. Что, вот представьте, вот... По ширине это примерно вот так же будет, вот эта передняя стенка уберется, и... Тут будет... Несколько сильных монстров. А по бокам будут пушки. Разного толка. Вот, и... Это, мягко говоря, монстров обычно. Вот в этих вот... Оковах, скажем так. Ну, давайте начнем. Это проще показать, чем объяснить. Начинается все достаточно безобидно. Кто-то мне смсит. Не очень вовремя. Ну, мы проезжаем чуть дальше. Появляется несколько бомб. И вот на этих пьедесталах появляются пушки разного толка. Вот первая. Вместе со второй. Дальше будут те, что стреляют розовыми сгустками плазмы. Так. И вот со следующих уже пушки начнут поддерживаться врагами. И здесь прям надо приоритизировать цели. Как можно быстрее уничтожать пушки и расчищать перед собой вот дорогу, чтобы до вас просто не добежали. В общем, вот это достаточно добротный бой, даже с ховером. Он достаточно интересный. Как я уже говорил, пространство тут не то чтобы много для маневров. Поэтому нужно его прям прочищать. Чтобы у вас не зажимали. Потому что у меня за спиной, по сути, стена. Далеко я не уеду. И даже не убегу. Тут уже немножко ситуация начинает быть... ...напряженной. Без ховера это все вполне выполнимо, но... С ним проще. Объективно. Поэтому хотя бы до этого момента его стоит сохранить. Так, ну вроде все мы это пережили. Сейчас пара здоровяков будет. У них ракеты тоже достаточно убойные, поэтому лучше ее как-то маневрировать. Ну это очевидные факты, разумеется, но тем не менее. Я иногда про них забываю. И да, пушки тоже никуда не деваются. Не деваются, простите. Эглия не nehme. Да. Ну и не IG. Субтитры идет. 嗨. Но vagова мне нужен. Ты очень осуществочек. И чем uncover. Колокая нirtом. Субтитры делал DimaTorzok Потому что здесь очень много Вот опять же, приоритизации целей, переключения оружия И вот это вот все, вот именно то За что я конкретно люблю ССМ И здесь это вот От классики прям прекрасно сохранено Но Если я ховер оставлю, он скорее всего Наполучает ракеты и Будет поломан Он мне еще нужен Его желательно бы до пауков оставить А лучше даже и дальше Дальше появится другой ховер уже Официальный Но приятно иметь его в запасе Несколько хитпоинтов Даже вот 150, например Так, отлично Арки опускаются И вот эти стены Немножко приспустятся Чтоб не дать там много места Но дать возможность Гигантским паукам зайти Пока не собираются Можем оценить skybox О, кстати, вот он Справедливости радио нам дают полный боезапас То есть это и попугайчики И ядра И еще ядра по углам раскиданы То есть тут В принципе Без ховера можно справиться Разумеется Но схватываем веселее Потому что здесь работает только Плазмогам против маленьких паучков Или пушка против больших Особо тут Не то чтобы сильно геймплей различается Единственное, что мы передвигаемся быстрее Ну Ну да Говоря о skyboxе, кстати Я не помню, что я Как-то это упоминал Прямо в Сэме Но Конкретно в этом прохождении Но они тут Практически на каждом уровне Очень клевые Даже вот это вот взять Вот это прям Небо Частично затянутое тучами Частично там Открытое Пробиваются там Лучи соуса Видны даже галактики какие-то И город на горизонте Это вообще прям картинка Это skybox Ну это очень красиво выглядит Мне вот создает даже Правильное настроение Что мы вышли там За пределы города Сражаться с отдельно Стоящим зданием Блин Ну ни для кого не секрет Что финальный босс Это 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 просто дом Просто пирамида Продолжение следует... Ау Мы еще не кончились Ну, на случай, если интересно Предыдущая моя попытка оборвалась не здесь Оборвалась чуть позже И как раз таки сейчас-то и будет Вот этого чуть позже Там гигантское пространство, но как бы Сильно обощраться не нужно Это машинка, кстати Здесь сейчас упадет Серьезный урон При фаером пустим несколько Снарядов туда, потому что там появится паук И нам их нужно как можно быстрее убивать Потому что их будет Дофига Эй-эй Надо потихоньку двигаться в сторону Свеженького ховера Блин, ну лучше побыстрее Оп Это пошло немножко неуклюже Ну справедливости ради, видите, да? Сколько здесь ресурсов, сердец и так далее Ну едва ли они дают этим воспользоваться Потому что вот это вот все Так, не Оно того не стоит И Бум Да 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 Я вроде как не хотел серьезную бомбу использовать В этом прохождении Но, блин, время дороже Каких-то глупых понтов Ау Ладно, окей Между первой и второй Как говорится Они опять меня задавили Но Вот тут как раз супер ущерб есть О, кстати Спасибо Спасибо Видите, народ признателен Им понравилось Вот Ааа Здесь супер ущерб есть И он как раз таки для них предназначен Но Я оставлю его для этого Так Хоп С ним он Будет терять Прочность Гораздо Эффективнее Первая его фаза Выпускает Камикадзе на нас Отвлекая От Что на Его убиение Их лучше сбивать Довольно больно бьются Так, сейчас Сейчас Ой Ну да Я стараюсь Максимизировать Просто Действия Серьезного урона Потому что Дальнейшая его стадия Мягко говоря Не самая интересная Для моего здоровья Для моего здоровья Хотя здесь По-моему Даже впервые в игре Появляется Ремкомплект То есть Это некая Аптечка Для Ховера Для транспорта Кстати Вот Вот это вот стадия Эти шарики Сбиваются У них есть паттерны Некоторые из них Предугадывают Действия Предугадывают Движения Некоторые Стреляют Там Где вы были Вот Ремкомплект Кстати Я примерно Знаю Их Паттерн Но Я просто Сейчас Затанкую Эту пирамиду Мне хватит Прочности А ему нет Да Да Мы это сделали Это самый длинный уровень Сириусом 2 С самым большим количеством Монстров И И с одним секретом Вообще Он Он и раньше радовал Сейчас радует Он Сохраняет Простоту Как бы Финальных уровней Предыдущих игр То есть Это буквально Там Ну Поле Перед боссом И все Но тем не менее Вот эти вот фишки С изменением Окружения И прочее Понятно Что это было сделано Еще и с Учетом Ограничений С которыми Нужно было там Столкнуться Когда они Для Xbox Оригинального Игру проектировали То есть Ну Если задуматься Это просто поле С вот этой вот пирамидой И вот этими Небольшими стенами Но они из этого Кое-что Вот выжили Все-таки Визуальные Смотрисы Интересно Там И Музыка клевая И бои получились Достаточно хорошие В массе своей И они Вот Смогли себе позволить Там Много монстров Разместить За счет этого Ну Что еще сказать Ну да Мне пришлось Использовать Серьезную бомбу Просто потому Что мне не хотелось Еще раз Это переигрывать Именно вот С такими условиями Понятно Что я Турин Периодически Переигрываю Как и Саму игру Вот Но конкретно В данный момент Мне просто хочется Закончить это Прохождение Уже Вот И как-то Двигаться дальше Вот А дальше Серьезно Сомневая Никуда не денется Есть еще Кое-какие вещи Которые Я хочу Для него записать И это еще Одна причина По которой Я хотел закончить Это прохождение Поскорее Уже Вот А так В принципе Я им доволен Вообще Мне ничуть не стыдно Что я Серьезную бомбу Использовал Как бы Это часть игры Это Абсолютно Полноправное оружие Да Это оружие Паники И у меня была Паника Поэтому Вот Но это просто Для сохранения времени Время ценнее В любом случае Это Полчаса Моей жизни Которые могли Уйти в никуда Вот Поэтому Поэтому Да Лучше уж так Да Спасибо Что Смотрели Все это Время Наверное Кто-то Смотрел Кто-то Ждал Наверное Там С самого Первого Выпуска Наверное Или там С какого-нибудь С 20 уровня Например Ожидал Что я это Все закончу И да Я это Закончил Наконец-таки Да Это по-моему Даже Там С самых ранних Дней Месяцев Наверное Канала Если так подумать У меня это Прохождение Довольно Много Времени Заняло И даже Не то Что Из-за Сложности А просто Тут много Уровней Игра Достаточно Длинная И Какие-то Другие Проекты Были И будут И Да В общем Спасибо большое За просмотр Доброго